Вести Карачаева Черкесия Правительство продлило программу субсидирования найма до конца 2023 года, чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов, а затем направить заявление в фонд пенсионного и социального страхования. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Правительство запустило программу стимулирования найма, и она доказала свою эффективность продолжим возмещать компаниям расходы на частичную оплату труда новых работников. В случае, если они возьмут в штат молодых людей до 30 лет, в том числе без опыта и выпускников, либо устроят безработных граждан, потерявших место или находящихся под риском увольнения. На всех таких сотрудников организациям и индивидуальным предпринимателям и дальше будут поэтапно предоставляться субсидии в объеме трех минимальных размеров оплаты труда. Первый платеж поступит через месяц после трудоустройства нового работника, второй через три месяца и третий через полгода. Федеральная поддержка позволит многим людям быстрее найти работу. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание по вопросу газификации населенных пунктов республики и реализации программы, инициированной «Единая Россия» и поддержанной президентом страны по социальной догазификации. В мероприятии приняли участие председатель Народного собрания Александр Иванов, заместитель председателя правительства республики Евгений Поляков, гендиректор «Газпром Межрегионгаз Черкес» и «Газпром Газораспределения Черкесск» Олег Дергачев. Отмечено, что по социальной догазификации принято 3610 заявок. Созданы технические условия для газификации еще 3434 домов. На сегодняшний день подключено 1543 домовладения. Только с начала этого года 250 домов, еще и 750 будут подключены до конца года. При этом для граждан бесплатно не только подведение газовых труб к границе участка, но и благодаря поддержке из бюджета республики газ подведут бесплатно непосредственно к домовладению. По словам гендиректора компании Олега Дергачева, только в 2023 году в четырех населенных пунктах региона планируется построить и вести в эксплуатацию более 25 километров разводящих сетей, что позволит газифицировать более 500 домовладений. Будет выполнено проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов Урубского района Курджинова, высокогорных поселках Азиатский, Псемен, Ершов, Рашкау, Дамхурц, Загидан, Предгорная и Подскальная общей протяженностью 66 километров, что обеспечит техническую возможность для подключения почти 2500 домовладений, а также шести котельных. Одна из важнейших задач на ближайшие годы – строительство магистрального газопровода протяженностью 85 километров в Учкуланском ущелье. Проектирование уже ведется, и газопровода до Джамагатского ущелья. Он будет построен в следующем году. Кроме того, подробно рассмотрели тибердинское направление. Здесь будут построены распределительные сети в Верхней Тиберде и городе-курорте Тиберде, что позволит начать в этих населенных пунктах работу по социальной догосификации. Заявки уже принимаются. В Карачаево-Черкесии откроют футбольный лагерь и построят открытый манеж для тренировок юных футболистов, комментирует информацию министр физической культуры и спорта Республики Рашид Узденов. Мы примерно определяли его потребность, масштабы, его локацию. Наверное, мы все-таки построим футбольный манеж. Он будет где-то размер в подмене футбола 40 на 20 с площадкой. Но пока вопрос о локации и о проектно-смертной документации. А дальше о вхождении в соответствующую программу. Если говорить о маленьких малышах, все-таки, наверное, надо их вывести на определенный уровень, чтобы в дальнейшем уже оттачивать на каком-то высоком уровне их мастерство. Но опять-таки, предложения наши коллеги мы берем во внимание. И если в дальнейшем потребуется поддержка либо материальная, либо какая-то техническая, мы поддержку, конечно, в этом вопросе окажем. В рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году на территории республики будет построено и капитально отремонтировано 20 объектов здравоохранения. В частности, будет построено 16 новых объектов здравоохранения. Это врачебные амбулатории в Арджиникедзевском, Изюка, Карачаевского района и Хабесского района. ФАП в Урупе, Садовом, Киево-Жураки, Курджинова, Хурзуке, Фроловском, Пригородном, Ильичевском и Пристани. А фельдшерские пункты появятся в Новой Тиберде, Нижнеморе, Грушке, Тапанте и Курджинова. В рамках регионального проекта будет проведен капитальный ремонт из четырех объектов здравоохранения. Абазинская центральная районная поликлиника и Вауле-Энжи-Чукун врачебной амбулатории в Кошабле, отделение Усть-Джигутинской центральной районной больницы в селе Важном и ее же отделение в Ауле-Джигута. Завершение всех работ по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения будут завершены до конца текущего года. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачаево-Черкесии по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом рассказала начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей Республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в Республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6, то есть Республика дополнительно дает 6%, а Федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, но и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, фтизиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. Мэр Черкеск Алексей Баскаев объявил предстоящий месяц периодом масштабной уборки, озеленения и благоустройства города и назвал дату традиционной генеральной уборки республиканской столицы – 28 апреля. К санитарной очистке, которую проведут в республиканском центре, повсеместно по традиции подключатся трудовые коллективы, муниципальные предприятия, управляющие компанией, многоквартирных домах, организации, учреждения, активисты и волонтеры. В ближайшие пару лет в Черкесске должны быть благоустроены около 50 дворовых территорий. Это примерно треть от общего списка поданных заявок на капремонт и создание комфортных условий для отдыха. В настоящее время представители мэрии занимаются процессом согласования дизайн-проектов, сообщил исполняющий обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Черкесска Магомед Джанибеков. Всего было подано 162 заявки, из них комиссия была отобрана на 50 заявок. Благоустройство вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. В Карачаево-Черкесии Министерством природных ресурсов и экологии совместно с Министерством образования продолжается работа по возрождению культуры школьных лесничеств. Практика работы школьных лесничеств, которая существовала в советское время, за последние десятилетия практически прекратила свое существование. В настоящее время на территории республики действует уже пять школьных лесничеств на базе школ в Карачаевском, Зеленчукском, Хабесском и Урупском районах. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. Школьное лесничество – это такое добровольческое направление, которое было еще популярно в очень советское время. И вот сейчас, в том числе на федеральном уровне, идет политика возрождения традиции школьных лесничеств. У нас в республике непосредственно самих структурных учреждений лесничеств пять, и на базе каждого созданы именно школьные лесничества. Количество их участников – это уже порядка ста человек. Совокупно в каждом районе, закрепленные за каждым лесничеством. В настоящее время мы совместно с Академией, с Министерством образования подготовили региональный план развития школьных лесничеств, в который входят и просто просветительские мероприятия, и именно научная часть, научно-опытная часть, которые как раз-таки нам могут помочь и подсобить действующие специалисты лесной отрасли и будущие лесники, которых выпускают на кафедре. Министерство культуры Карачаева-Черкесии совместно с Союзом московских архитекторов разработало концепцию модернизации республиканской системы культурно-досуговых учреждений. Об этом рассказал министр культуры региона Зурапа Гербов. Смысл проекта это не только разработать новую архитектуру, новое здание. Смысл проекта в том, чтобы мы вместе со специалистами, которые работают в домах культуры, вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами сформулировали, каким должен быть дом культуры, чтобы быть интересным в наше время. Наш зритель отвлекается на социальные сети, на гаджеты. Как нам сделать дом культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе, чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов, и как на всем этом зарабатывать. Потому что здесь огромный потенциал культуры в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. Строить нужно такие здания, которые можно использовать самым разнообразным образом, меняя наполнение и активность внутри каждого из залов. И третий вывод, который мы сделали, дома культуры, они должны быть со своим духом, со своим лицом, со своей культурой, историей. И выражается это все, конечно, через локальную идентику, то есть через детали, которые отражаются и в интерьере, и в оформлении, в дизайне, в архитектуре самого здания, позволяя каждый дом культуры делать уникальным, даже если он идет по типовому проекту. В Республиканском центре прошли финальные конкурсные испытания в рамках регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2023». По результатам конкурсных испытаний победу одержала учительница из Зеленчукского муниципального района Ирина Глазунова, которая осенью представит Карачаеву Черкесию на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» в Орехово-Зуево Московской области. Кроме того, призером второй степени стала Ольга Чурсина из Прикубанского района, а статус призера третьей степени поделили Фатима Бачаева из Черкеска и Белла Декушева из Малакарачаевского муниципального образования. Группа школьников республики в составе 11 человек принимает участие в правильной смене по дополнительной образовательной программе «Технолидер», которая проходит во Всероссийском детском центре смена Краснодарского края. «Технолидер» – авторская программа центра, реализуемая с 2021 года. Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим, информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских компетенций. Шесть новых пляжных зон появятся в Карачаево-Черкесии. Полностью оборудованные пляжи появятся в поселке Нижний Архы, Заули, Нижняя Тибердау, Софийское поляно и озеро Каракель. Все это благодаря победе нашего региона в грантовом конкурсе правительства Российской Федерации «Получение финансовой поддержки на развитие туристической отрасли». Подробности сообщил министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Это становится актуальным ввиду востребованности данной услуги и сезон, потому что есть востребованность среди жителей и гостей региона. Но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках, и даже несмотря на то, что они не были обустроены. На сегодняшний день, благодаря этой поддержке, пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом, ГОСТ услуги пляжей. Компания Россети «Северный Кавказ» в досудебном порядке добилась погашения более 11 миллионов рублей задолженности за электроэнергию предприятий ЖКХ в Карачаево-Черкесии, образовавшейся в январе-феврале этого года. С начала года прирост задолженности составил более 26 миллионов рублей. На эту сумму в январе-феврале филиал «Карачаево-Черкеска-энерго» направил предприятиям-должникам 47 претензий. По 18 из них в установленный срок поступила оплата в размере более 11,5 миллионов рублей. Общий долг предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона на 1 марта этого года превысил 130 миллионов рублей. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Карачаево-Черкесии оставлено в силе решение Черкесского городского суда по иску из Джугутинского межрайонного прокурора к региональному министерству по делам молодежи. Комментирует информацию старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Усть-Джугутинский межрайонный прокурор обратился с иском в суд в интересах семьи, состоящей из четырех человек, которая являлась участник ЦИПОД-программы обеспечения жильем молодых семей. В 2018 году молодой семье было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в размере более 900 тысяч рублей. Несмотря на наличие у семьи законных оснований для ее получения, министерствам денежные средства не выплачены. Судебное решение по иску прокурора было оспорено Министерством по делам молодежи, КЧР, в апелляционном порядке. Но прокуратуре Республики удалось убедить судебную инстанцию в законности и обоснованности исковых требований. На базе Карачаева Черкесского государственного университета имени Умара Алиева заработал проект «Студенческая студия радио и подкастов». Автор проекта стал обладателем гранта конкурса «Росмолодежи» и на полученные средства оборудовал современную студию. Об этом расскажет автор проекта Аслан Гирюгов. Я являюсь руководителем проекта «Студенческая студия радио и подкастов». Выиграл средства в рамках проекта от «Росмолодежи» и сейчас занимаюсь реализацией его. Уже прошло несколько встреч со студентами. Хотим создать такую площадку, чтобы они проходили практику, возможно, собрали какое-то портфолио для трудоустройства, и чтобы в нашей республике и на базе нашего университета именно развивалась радиожурналистика. В столице Карачаево-Черкесии завершился городской этап футбольного турнира на приз клуба «Кожаный мяч». В старшей возрастной группе 2008-2009 годов рождения места распределились следующим образом. Первые три места достались командам «Эдельвейс», «Атлант» и «Ивентус» соответственно. В средней возрастной группе 2010-2011 годов рождения лидерами стали футболисты команд «Нарт», «Атлант» и «Ивентус». Наши пловцы показали отличные результаты на состоявшемся в Краснодаре первенстве чемпионате Южного и Северокавказского федеральных округов по плаванию. Победителями стали Ростислав Кирсанов и Владислав Евдокимов. Кроме того, третье место в эстафетном плавании 4 на 100 в вольном стиле заняли девочки сборной Карачаевой-Черкесии. На территории Карачаевой-Черкесии ожидается значительное ухудшение погодных условий. До конца недели прогнозируется резкое понижение температуры воздуха от плюс 20 до минус 5 градусов, выпадение обильных осадков в виде дождя и снега. Региональное управление ГИБДД предупреждает, что автолюбителям необходимо учитывать сложные погодные условия при движении и не пренебрегать требованиям правил дорожного движения. Следует уделить особое внимание при проезде мостов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование на леди. Необходимо соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается облачная погода, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами очень сильные осадки. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6-11 градусов, горах свыше 2000 метров, лавина опасна. В Черкесии умеренные осадки, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 11 градусов. Штормовое предупреждение. 29 и 30 марта местами в Карачаево-Черкесии ожидаются очень сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом и очень сильный снег. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!